Всем привет! Это детский выпуск обзора пропаганды с Антоном Пикули, в котором мы обсудим с вами то, как путинская власть зомбирует детей во время войны. А поможет нам в этом сегодня моя соведущая Пропагандуша! Поздоровайся с ребятами, Пропагандуша! Всем привет! Поможешь мне, Пропагандуша? Ну конечно! Задачу выполним! Своих не бросаем! Типичные слова любой куклы с рукой в заднице. Пикули, а Пикули? Что, Пропагандуша? А что такое война? Война это то, что устраивает сумасшедший диктатор, чтобы удержать власть в стране. Диктатор? Это тот, кто диктует детям диктант? Нет, Пропагандуша, это тот, кто отправляет детей умирать на бессмысленную войну в Украине. А, так это еще хуже диктанта? Верно, Пропагандуша. А зачем детям ехать на войну? Я вот не хочу на войну. А ведь мне даже нечего терять, у меня уже нет ног. Потому что их к этому готовили 18 лет. А сейчас я расскажу тебе о том, как российских детей готовят к убийствам мирных граждан. Интересно послушать! Но для начала, ребята, ставьте лайки, чтобы YouTube рекомендовал это видео другим пользователям. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами, а также вы можете поддержать наш канал через криптокошельки. Пропагандисты. Это такие люди, которые за косточку от власти готовы продать родную мать. Часто обвиняли Алексея Навального в том, что он втягивает детей в политику. Это политическая педофилия. Из-за того, что на митинги против коррупции выходила молодежь. Как говорится, вот умилительная искренность и чистые порывы. А вот мерзкая и незаконная эксплуатация детей. Смотри, не перепутай. Но вот в чем дело. Навальный никогда не втягивал детей в политику. И мы не хотим, чтобы детей втягивали в политику. А знаете, кто действительно занимался все эти годы политической педофилией? Сами власти. Ну, тогда, может быть, президент правильно поступил, что начал войну на Украину, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу. От нас, нас же много. Может, правильно он же заступился за своих. Как вы думаете? Кто из вас за то, что правильно то, что мы сейчас в войну, не идет война? Кто поднимите руки? Кто согласен с этим? Только честно. Раз, два, три. Марат, ты что, воздержался или согласен? Война все-таки уже началась. И уже ничего не изменить. Но если мы не пойдем сейчас, не поддержим нашу армию, нашу президенту, не пойдем до конца, то придут американцы, европейцы, и нас победят. И тогда нам придется очень нескладко. Раз уж началось, то нужно идти до конца. И сейчас, после начала войны, это происходит просто в невероятных масштабах. Возьмем Киев! Вот, например, Владимир Соловьев выложил к себе в телеграм-канал видео, в котором маленького мальчика используют в кремлевской пропаганде для оправдания войны. Меня зовут Сережа, мне 8 лет. И война у нас в Донецке тоже началась 8 лет назад. Я хочу, чтобы Россия нас защитила от Украины, чтобы был мир. А зачем Украина развязала войну с Донбассом? Она что, просто так стала воевать сама с собой? Во-во, пропагандуша. И этим бредом Соловьев кормит своих зрителей. А как же все было на самом деле? На самом деле, Путин тогда решил развязать войну там, где у него не получилось поставить марионеточное правительство. Ох, ну все как обычно. Именно наемники Путина там воевали с Украиной, в ходе чего погибло множество мирных жителей, в том числе детей. Все эти 8 лет там умирали дети только из-за Путина и его самомнения. С 24 февраля то же самое, но в гораздо большем масштабе, стало происходить по всей Украине. Получается, Путин злодей? Да, ужасный тиран. Он разграбил страну и оболванил население. Украл будущее у нескольких поколений россиян и убил тысячи украинцев. А чтобы такие убийцы, как он, не могли приходить к власти и убивать людей, мы все должны следить за политической жизнью в стране. Потому что от нашей гражданской ответственности зависит наша жизнь, Россия будет свободной. Слава Украине! Но сейчас мы видим все больше фотографий детсадовцев буквой Z, больных раком детей из хосписа, той же буквой выстроившихся перед больницей, скандалы с тем, что за детьми приходят прямо на уроки за антивоенные высказывания. Так не должно происходить. Поэтому если вы, ваши дети, ваши знакомые, ваши одногруппники или сын маминой подруги попали под военное давление со стороны учителей или профессоров, то, пожалуйста, напишите нам в чат Навальный Лайв по ссылке в описании. Если ваших детей выкладывают буквой Z на детском празднике, пишите. Если запрещают публиковать в социальных сетях антивоенную позицию под угрозой отчисления, пишите в наш телеграм-бот. Если пытаются принудительно вывести вас на Путинг, пишите в наш телеграм-канал. Мы будем анонимно публиковать ваши истории и рассказывать, кто на самом деле втягивает детей в политику, а также рассказывать, какое колоссальное давление оказывается на учеников и студентов из-за их антивоенных взглядов. Спасибо! Ну а мы продолжаем. Всеми возможными способами детям сейчас вдалбливается мысль, что война это круто, а убивать украинцев это ничего страшного, потому что они сами плохие. Вот для этого даже сделали специальный мультфильм, где Россия изображена хорошим одноклассником, который всегда помогал Украине, а Украина плохим одноклассником, которому лишь бы с Америкой и Европой дружить. За это, по мнению мультфильма, Россия имеет право лезть в суверенные дела Украины, насиловать украинцев и воровать их имущество. Также распространять военную идеологию помогает российская свастика буква Z, которая символизирует смерть невинных украинцев. Она теперь повсюду. Нарисовали ее даже на флайерах против абортов. Фотографии зародышей, напротив которых поместили детей в форме, прямо и честно сообщает нам, что государству нужны дети только для того, чтобы потом они стали пушечным мясом в путинской войне. Защити меня сегодня, я смогу защитить тебя завтра. Смешно, да, потому что маленько неправильно написано. Правильно так. Защити меня сегодня, я смогу убить чужих детей завтра. Хэштег, своих не бросаем. Так, перестань. Или вот так. Защити меня сегодня, я смогу умереть за Путина завтра. Уже можно сказать, в утробе матери детей начинают наряжать военную форму, чтобы они с рождения понимали, что жить нужно только за тем, чтобы умереть за родину. Для этого же и учиться в школе дети теперь будут за военными партами. Смотри. В тюменских школах появятся парты героев России. Сидеть за ними будут избранные. Всего их будет 21 штука. Сидеть за партами будут лучшие ученики школы. Вот так. Ты усердно учился, и за это получаешь в награду сидеть за партой, от которой рябит в глазах. Сейчас все дети станут учиться хуже, лишь бы за ней не оказаться. Но я не думаю, что эти парты простоят так долго. Мне кажется, их очень скоро уберут, сразу после того, как наши креативные дети подрисуют героем России пару искандеров. Идем дальше. Челябинске будут учить юных чекистов. Там в одной из школ появится первый класс ФСБ. Специализированный кружок для десятиклассников откроют в образовательном центре номер 5 уже в сентябре. Школьников, как юношей, так и девушек, там обещают подготовить к поступлению в Академию ФСБ. Видимо, научат, как правильно писать доносы и выбивать признательные показания на уроках труда и изготовлении пыточных инструментов своими руками. Челябинские дети настолько суровы, что работают в ФСБ с первого класса. Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем... Отвечает вот этот один. Мы на него потом все свалим, и он типа уволился две недели назад. Вот настолько Челябинское ФСБ первоклассное, потому что там работают первоклассники. Звонок для учителя в этой школе будет звучать как звонок с угрозами для учителя. Это ситуация, когда учитель возвращается в класс, а там дверь приоткрыта, и цветок немного сдвинут в углу, чтобы свести учителя с ума. Блин, это же каждый раз после урока проверять класс на жучки. Перекличка будет полный ад. Каждый день новые фамилии. А когда после физры возвращаешься в раздевалку, надо еще следить, чтобы на трусы ничего не намазали. Правильно, пропагандуша. Эй, вы двое, вы где шлялись полурока? Мы ходили смотреть на шпиль. Но на самом деле это не нововведение. В некоторых школах России некоторые классы уже ведут себя как класс ФСБ. Травят одноклассников? Нет, травят школьников только Пригожин. В Пензе школьники написали донос на учительницу, которая рассказала про войну с Украиной. На нее завели уголовное дело по статье о фейках. Школьники написали донос на учительницу, которая очень, кстати, хорошо и правильно высказалась про ситуацию в Украине. Вот Россию же не допустили на соревнования от Европы, ее отменили. Я считаю, что это правильно. Почему? Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет куда-то вечно. Стали побить Западную Украину. Западную Украину стали побить. То есть, они правильно. Почему Западная Украина? До Киева хотели дойти. Сверху Зеленского, правительства. Это вообще суверенное государство. Там суверенное правительство. Но мы же не знаем всех тонкостей. Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете. Никто не знает. Я смотрю, разные, я смотрю, 100, 200 разных независимых источников. А вы ни одному источнику, смотри. У нас тоталитарное решение. Любое, как мысля, считается, мыслях наступаем. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас обеду по Ташкову на 15 лет. Конечно, это неправильно, мы ни при чем. Но я согласна. Но мы страна изгоя. Мы Северная Корея. Страна изгоя. Мы никуда теперь не принимаем. Потому что вот мировое сообщество удивлено. Как в цивилизованном мире вот так себя можно нестили. Ну а куда деваться-то? Вот такие вот. А когда бы хотела че-то поехать? В июне. Должна она была быть. Уже прям 100%? Да. Здорово она их затроллила в конце. Да, но было бы еще лучше, если бы после этого. За учительницей не пришли правоохранительные органы. На женщину возбудили дело по новой статье о фейках про вооруженные силы России. Учительница дала признательные показания. Ее обвиняют по второй части статьи. А значит, ей грозит крупный штраф и лишение свободы до 10 лет. Вот чем заняты власти в Пензе. Видимо, вот этим властям в Пензе заниматься не так весело, так что они со своими друзьями нашли дело поинтереснее. Искать нацпредателей. Или вот еще. На Сахалине учительницу уволили за антивоенную позицию. В разговоре с учениками на перемене она назвала войну ошибкой. Оказалось, что дети записали ее слова на видео, после чего мать одной из школьниц подала заявление в полицию. Учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей. Возможно, мама этой школьницы это кто-то с этого видео. Как вы реагируете на этот незначительный и полезный рост цен? Чего-чего? На рост цен. Как реагируете? Никак не реагиваю. Задавить стих хочу. Никак. Никак. Барабану? Да. Вас не касается рост цен? Не касается. Это потрясающе. Ну да. Не знаю, я в политику не лезу. Мы россияне, мы все вытерпим. Мы вытерпим, как наша страна убивает детей. Мы русские, с нами бог. Ах, не через такое проходили, выдержим. Затянем покрепче пояса на шеях украинских детей. Терпим, где хотим, законам не запрещено. Терпеть на 98% безопаснее протеста. Еще из интересного. Учителя в школах теперь будут рассказывать детям о пользе санкций и импортозамещения, пишет коммерсант. Уроки будут проводить для учащихся 5-9 и 10-11 классов. Судя по попавшим к журналистам методичкам, в начале урока учитель должен будет цитировать Путина, Мишустина. И Нитлера. И говорить о том, что на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Учитель будет собирать и сжигать все вчерашние газеты, а затем говорить, что Океания воюет со Стазией. А-а-а. В конце занятия школьники должны будут ответить на вопросы, справедливы ли санкции в отношении России, приведут ли санкции к укреплению экономики России. Кто понесет большие экономические потери. И самый главный вопрос. А что случилось? А это что получается? Если санкции ведут к укреплению экономики России, то значит Запад хороший и все делает правильно? Ну конечно же нет, пропагандуша. Это просто отмазки загнанных в тупик крыс, которые пытаются выглядеть не такими беспомощными идиотами, какие они есть на самом деле. Насколько ужасно плохо должно стать экономике, что учителям приходится доказывать детям, что все неплохо. Все правда хорошо. Мы не умираем. Точно, точно, точно. Верите? Верите? Ух, Пикуль, а можно вопрос? Ну конечно пропагандуша. А если санкции укрепляют российскую экономику, почему Путин сам их не ввел, чтобы укрепить нашу экономику? Он что, дурачок? Это что получается, Путин за 22 года не смог укрепить российскую экономику, а Запад сейчас взял и укрепил? Это что, Запад сделал для России больше, чем Путин? Ой-ой-ой. Лицемерные идиоты запутались в своем вранье. У бюджетников новый кринж-флешмоб. Белая повязка или даже белая повязка в поддержку Путина и войны в Украине. Подождите, но ведь белый флаг означает «Мы сдаемся»? Сдается мне. Они плохо подумали над тем, какой флаг использовать. И это уже без прикола. Выглядит как Гитлер-Югенд. Раньше мы так шутили. Теперь это правда так. Вот такие замечательные фотографии поддерживающих войну людей мы с вами можем наблюдать. Ты правда считаешь, что в Украине идет деноцификация? Да. Твой ребенок пошел на войну солдатом и был убит во время спецоперации. Поняла. Путин что, правда купается в ванне из оленей крови? Да. Они даже не знают, что я не поддерживаю Путина. Из смешного. В одноклассниках все немного перепутали и сфотографировались с распечаткой, на которой написана акция «Белая ленточка». Для тех, кто вдруг не знает, белая лента в России долгое время была символом протестов и оппозиции. В бухгалтерии все перепутали и бюджетники получили за пупу, а Путин получил за… Эх, жалко бюджетники не перепутали и не сфотографировались с распечаткой «Нет войне» и «Путин убийца». Ну а не подумайте, что все школьники в России такие плохие, пишут доносы и работают в ФСБ. На самом деле многие ребята относятся к войне с отвращением. Вот, к примеру, нам в редакцию пришло письмо. Рубрика «Нам пишут ребята». Антон, здравствуйте. Посмотрела только что ваше видео. Могу сказать одно. Мое школьное учреждение заставляет каждого ученика носить георгиевские ленты. И на серьезе заявляет «Поддержите наших». Выложите букву «З». И большая абсурдность. Младшие классы вынуждены их носить. Их просто никто не спрашивает. И рисунки заставляют рисовать. Вот так мы живем. Здорово, что в России еще есть множество детей, которым не промыли мозги путинские клоуны. И вот в то время, пока российским детям говорят, что война это круто, к украинским детям ворвались в город, все там разбомбили, перебили всех людей, захватили школу, а на доске оставили вот такое сообщение. В свой телеграм-канал это репостнула Маргарита Симоньян. В сети распространяется фото из школы в Катюжанке Киевской области. Российские солдаты оставили трогательное послание украинским школьникам, извинившись за беспорядок. Оставили трогательное послание украинским школьникам. А лучше бы оставили Украину в покое и не трогали ее больше. Успехов вам в учебе, война закончится. В смысле война? Это же спецоперация! И это что, репостнула к себе в телеграмм Симоньян? И я надеюсь, они все уже сели на 15 лет. Война закончится, и вы будете восстанавливать свою родину. Не угадали. Это вы, путинские солдаты, вернетесь обратно и будете восстанавливать нашу, разрушенную вами, родину. Будьте справедливы и честны друг с другом. Подавайте руку помощи всем. Спасибо, но не вам говорить о честности и справедливости. Вы вообще-то живете во лжи 22 года, а ваши власти врут вам даже о том, сколько вас на войне погибло. Надеемся, что мы будем дружны. Будем дружны, прямо как евреи после Холокоста дружили с немцами. Не разлей вода! Станьте докторами, инженерами, учителями, теми, кто несет мир. Мы бы с радостью, но вы уничтожили все школы и университеты, так что теперь мы вступим в террооборону и будем отбиваться от вас. Храни вас Бог! И еще раз простите, что заняли школу. Они разрушили пол страны, убили и изнасиловали множество детей и потом извинились только за то, что заняли школу. Да, это так же тупо, как если бы пожиратели смерти извинились только за то, что нарисовали в небе некрасивый череп. А теперь давайте пофантазируем, как русские оккупанты писали это сообщение. Блин, красава, чувак, такое милое сообщение написал, блин. Ладно, пошли насиловать детей и выносить стиральные машинки из домов, а то все наши уже ушли, нам сейчас ничего не достанется. А вот такие стихотворения заставляют учить школьников в России. Скрипит Америка зубами, но им убогим не понять, Что никогда Владимир Путин не посрамит Россию мать. Скрипит Америка зубами, но никогда им не понять, За что в тюрьме сидит Навальный. Нам тоже, кстати, не понять. Скрипит Америка зубами, но никогда им не понять. Как круто, когда на себя твой замок переписывает взять скрипит америка зубами но может власть она менять а мне когда я подрасту еще на войнах умирать ну а как дети могут не читать такие стихи когда их учителя и родители придерживаются вот такого мнения но даже ту что есть посягательство на нашу территорию есть казус белый абсолютный повод к войне настоящий без дураков не всяких как это называется но что мы сейчас ведем спецоперация россии кончилась специального операции сегодня ночью она кончилась и она кончилась тем когда нападают на нашу на нашу родину с вами рейсер москва это абсолютная повод для войны стопроцентный это флагман наш и здесь думать нечего лишь нужно ответка но какая нужно придумать спецоперацию россии на украине то во что это вылилось уже смело можно называть не лукаве третьей мировой войной совершенно точно мы прямо сейчас сражаемся если не с нато то уж точно с инфраструктурой нато и это тоже надо осознавать соединенными штатами америки круглосуточно они по железной дороге поставляют оружие круглосуточно по земле из польши поставляют оружие в этом смысле конечно не шутка что надо очень серьезно подумать об уничтожении железнодорожных узлов там конечно вопросики они все едут и едут я имею ввиду лидеры но лидеров надо предупредить пусть дома по киеву тогда не приедут вот что нужно сделать вот этого не должно быть никогда то что мы сейчас время играли один способ ответить бабахнуть один раз и все и это орет известный режиссер владимир бортко который снял фильм по повести булгакова собачье сердце где в образе шарикова автор высмеивал вседозволенность приспособленчество паразитизм и невежество советского строя прошли годы и владимир бортко сам стал шариковым а теперь рубрика детские вопросы с пропагандушей пропагандуши задавай любой вопрос прямо любой а а что случилось с крейсером москва кроме этого почему путин сидит за 10 метровым столом так он думает что у него есть 10 секунд на то чтобы увернуться от пули но ведь пуля летит быстрее а путину об этом знать не обязательно я не понимаю зачем путин начал войну в реальности если он мог просто по телеку сказать что он уже король мира россия правит галактикой и все бы поверили потому что ему не интересно когда в процессе не умерло много людей пикули пикули а кто такие бандеровцы это люди которые по мнению владимира путина притесняют русскоязычное население в украине поэтому путин решил убить вообще всех включая русскоязычное население ну конечно ведь если их убили их уже не могут притеснять бандеровцы чтобы им не помочь по путина самого не притесняют бандеровцы может быть ему тоже нужно помочь может быть пропагандуша может быть пикули а как думаешь если бы война началась на территории россии путин бы остался в стране стал бы он ездить разбомбленные города и раздавать гуманитарку или он просто собрал бы все свои столы в один большой стол и убежал по нему на марс а сама-то как думаешь ну да а это был детский выпуск обзора пропаганды с антоном пикули и пропагандушей ставьте лайки подписывайтесь на канал а также и становитесь спонсорами канала также вы можете поддержать наш канал через крипто кошельки пока этот ролик как и остальные видео на нашем канале навальный life мы можем делать только благодаря вам и вашей поддержке подписывайтесь на канал и становитесь спонсором нажав на кнопку под этим видео это безопасный способ поддержать нашу команду